Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня 4 июля, день независимости США, выходной, и у меня нашлось время, чтобы смонтировать для вас это видео. Как видите, наши соседи уже украсили свои дворы, нас ждут прекрасные закаты и рассветы. Мы наслаждаемся летом по полной программе с жарой июля. Но, вы знаете, бывают такие дни прохладненькие, бывают дни с дождями, так что мы как-то переживаем это все. И я вам сегодня расскажу о программе на сегодняшнее видео. Сейчас вот мы с вами уже прохаживаемся по секонд-хенду. Вот эта картина мне очень понравилась, очень красивая. В общем, я вам покажу обзор немножко секонда. И сегодня мы будем рассматривать украшения, которые куплены мной на разных платформах. Что-то я купила в TJ Maxx, что-то я купила на распродаже. У меня была очень интересная распродажа, об этом попозже. Что-то я купила онлайн, а что-то даже на Алиэкспресс. Вот такая вот сегодня будет сборная солянка. Но вам очень понравятся. Будут несколько шедевров. Ой, вот эти вот панно, я на них все смотрела по 23, по-моему, доллара. Но не купила из-за того, что вот второе панно вот с таким изъяном, там зеркальце выбито, да, и невозможно туда подлезть. В общем, я решила не покупать. Впоследствии, конечно, я посмотрела и в интернете увидела их очень задорого. Столик вот мне тоже очень приглянулся. Довольно-таки симпатичный, 300 долларов. Я бы с удовольствием, конечно, поменяла стол своей столовой, но мои домашние любят все, что у них есть. И не разрешили мне купить ни картину, ни стол. Ну, а вот этого флашика, конечно же, я купила такой замечательный портрет. Очень-очень похож на моего котенка. И я сделала для вас вот такую небольшую подборочку таких похожих портретов с интернета. Оно так вот по-быстрому, оно очень симпатичное. Вот это все продается. Еще хочу поделиться с вами вот этим не купленным мною кольцом от бренда Tagliamonte. Итальянский бренд. Это вот все стеклышки венецианские. Вот это все вырезано из стекла. Но я что-то вот, не знаю, не впечатлили меня эти кольца. Продавались они за 100 долларов. Я что-то так вот думаю. Ну, я подумаю, потом у зрителей спрошу. В общем, пишите в своих комментариях, нравятся ли вам такие вот кольца. А я любуюсь вот этим кошелечком оригинальным за 29 долларов от диснеевской компании. Урсула, да, там с русалочкой. Очень оригинальный кошелек. Вот. Сумочка тоже мне понравилась. Но у меня такая есть. Не точно такая же, а немножко другого дизайна от Patricie Nash. Очень люблю эти сумочки. Если хотите, я сделаю обзор на свою коллекцию. Напишите мне, пожалуйста. А вот еще такая оригинальная сумочка от Диснея за 40 долларов. Ну и всякие предметы на Halloween уже начали продавать, как видите. Хотя вот эти чудесные грибочки, они видно все еще в моде, все еще на прилавках. Наверное, это какой-то тренд сезона, но симпатичная такая коллекция из стекла, загляденье. Немножко вас беру с собой. У нас возле работы есть вот такой вот парк, который выходит вот там вдалеке статуя свободы. Вы видите там Манхэттен и Нью-Джерси. Вот здесь вот Манхэттен, а с той стороны Нью-Джерси как раз вот этот пролив и очень такой красивый вид. Парк, он, конечно, давно существует, но мне все было некогда туда сходить. А вот моя коллега, она мне говорит, Настя, пошли. Пошли во время обеда, я тебе покажу, как там хорошо, как там красиво. Вот, в общем-то, она меня вытащила. И я вот вам немножко показываю эту красоту. Там гуси канадские, вот так вот плавают. В общем, прекрасное место. Ну, в Нью-Йорке много таких вот маленьких парков и таких видов красивых. Ну, и пока мы смотрим на виды, я вам немножко расскажу о распродаже estate sale, на который мне удалось попасть. То есть, я иногда, я получаю рассылки на estate sale, но вы знаете, что я работаю, нам некогда, нам хочется провести время дома. Ну, понимаете, да, когда много работаешь, нет сил никуда ездить. Вот, но мне вдруг пришла рассылка, что вот буквально рядом, рядом с домом проводят estate sale. То есть, все, что в доме, оно продается. И я решила туда сходить прямо после работы, потому что оно было, ну, недалеко. Я думаю, надо заглянуть, что ж там такое интересное. Ну, вот я вам показываю домики в этом районе. Сам этот дом, где была распродажа, он был небольшим. Жила там пожилая женщина, которая умерла в возрасте 90 лет. То есть, она прожила очень долгую, насыщенную жизнь. По профессии она была художницей, работала в школе учителем по изобразительному искусству. Интересная у нее была жизнь. Она была там, ну, участвовала в всяких арт-шоу, да. Она была членом там Академии искусств. Ну, понимаете, да. Вот, и вот здесь вот как раз мы у нее дома. И даже о ней вышла книга. И есть такой журнал «Who is who?» То есть кто, и вот они даже там написали статью. То есть, мне было очень интересно прикоснуться к творчеству этой женщины интересной. Зовут ее Эллен Хойт. И давайте посмотрим, что же я купила на этой распродаже. Начну сразу с шедевра. Вот такой замечательный держатель для расчески. Дамский предмет. Очень редкий. Редко встречается. У меня есть в коллекции буквально пара штук. Один с серебряной и один с вышивкой. И вот теперь у меня появился вот такой чудесный с зеркальцем. Очень красивый экземпляр. Буду бережно хранить в своей коллекции. Не обращайте внимания на так называемые выстрелы. Это у нас салюты. Сегодня 4 июля, как я вам сказала. И вовсю соседи пускают салюты. Вот такая чудесная брошечка была в коллекции Эллен. Но вы знаете, мне кажется, я пришла очень поздно. И, наверное, уже все самые лучшие экземпляры были разобраны. Так что я купила, в общем, то, что осталось. Но я не жалею. Я очень рада, что я вообще смогла попасть. Смотрите, какая чудесная брошь с микромозаикой. Там, правда, не хватает, вот вы видите, да, один пуссет. Но там можно вклеить жемчужинку. Вот такая чудесная брошь. Давно мечтала. У меня нет в коллекции вот именно с вырезанным таким люцитом. У меня есть только клипсы. А броши именно мне вот не попадались. Я очень рада, что наконец-то мне повезло. Спасибо, Эллен. И вот такая чудесная пара запонок. Какая вообще мечтала прям вот именно о таком дамаскине. Это же настоящий дамаскин. Сразу это все видно. Отдали мне эти изделия очень недорого. Буквально доллар-два за штуку. И, в общем, я заплатила за все-все это удовольствие. Очень недорого. Я рада. Вот эти, правда, клипсы. Мне сказали, вот эти клипсы за 3 доллара. Но я с удовольствием отдала за них 3 доллара. Ой, сори, это не клипсы. Это запонки. Там есть название компании. Это Сванг. Новое для меня имя. И продавались эти запонки за 35 долларов. Очень мало информации я нашла о компании. Только то, что она основана в 36-м году. И вроде бы существует до сих пор. Это американская компания. Ну что ж, запонки эти могут быть довольно старыми. Ну и следующая брошь, которую я, конечно же, купила. Это Джей Джей. У меня уже есть такой лягушонок. Но я решила, ну раз такая хорошая цена, 2 доллара надо купить. И вот такая тоже прелестная брошь. Лягушки играют в чехарду от Джей Джей. Конечно же, я их не могла там оставить. И такая вот чудесная совершенно улиточка. Я вообще улиточек очень люблю. Винтажная. Видно, что это винтажный пластик. Видно, что все это, да, конечно же, по золоту не сохранилось. Но чудесная. Вот еще West Germany. Это бусы. Бусы West Germany. Маленькие они мне. Ну такие хорошенькие. Я знаю, что это винтаж. Конечно же, тоже я их присоединила в свою коллекцию. Потрясающе. Хорошенькие, легкие. Ай, люблю такое все веселенькое. Еще раз вам показываю, чтобы полюбовались на эти искры. На эти радужные переливы с розовым. Люблю розовый. Вот. Ну и следующая брошь. Вот такая вот из ракушек. Оригинальная. Видно, что винтажная. Очень-очень симпатичная. Люблю такое. Ну и так как у нас наша героиня была художницей. У нее вот была вот такая чудесная брошь. И я не знаю, то ли это современность, то ли это, может быть, Австрия, Чехия. Не знаю. Но вряд ли наша леди знала, что такое Алиэкспресс. Так что я все-таки надеюсь, что брошь винтажная. Просто в очень хорошем состоянии. Вот еще такая брошь там была. Но я нашла лишь значки в интернете. Это какой-то американский род службы. Какая-то там, не знаю, что-то связана с армией. Но понравилась мне брошечка, и я ее купила. А следующая брошь – это такой как бы сувенир, да, брошь-сувенир. Я думаю, что наша героиня посещала Иерусалим и привезла эту брошь оттуда. Это вот такая брошь ворота в Иерусалим. Хадаса. Мы знаем, что в Иерусалиме восемь ворот. Золотые ворота самые известные. Ну а следующий предмет – это у нас опять же дамский предмет. Но самое интересное, что дочь Эллен рассказала, что вот эту пудреницу она расписала сама. Я вспоминаю лиморские эмали, о которых рассказывала Светлана Малевская. Не знаю, перекликается ли это. Была ли наша художница вдохновлена лиморскими эмалями. Ну вот пока что вот такая брошечка из Вест-Джермани, да. Это мы еще пока смотрим броши. Очень оригинальные. Смотрите, как здорово сделана эмаль. Орнамент там внутри. Очень красивая, милая вещица. Ну а с этой бабочки я вам начну показывать броши, которые расписала сама Эллен. Видно, что они старенькие. Наверное, она была молодая, когда все это расписывала. Но очень они красиво. Ой, боже, как тут стреляют. В общем, смотрите, какая красивая эмаль. Очень красиво подобраны цвета. Хотя это, конечно, старые броши, но мне стало их так жаль, что я, конечно, купила, пусть она там за доллар, но ничего страшного. Тоже очень красивая брошечка. Ну вот не видно такой оборотка там, конечно, пожившая, но она не будет видна, если там аккуратненько приколоть. Красивые очень оттенки. Люблю эмаль во всех ее проявлениях. А это такая авторская эмаль. Вы знаете, мне очень стало жаль, вот я когда посетила вот этот estate sale, распродажу, да, дома и всего имущества, мне стало очень жаль. Сама дочка, вы знаете, ей уже 60 где-то, она седая. Дочка уже не молодая у этой художницы. Ну, я думаю, что наша героиня прожила очень интересную, яркую жизнь. Смотрите, какие броши жизнерадостные. Вот. И дай бог, чтобы мы с вами тоже прожили 90 лет. Я считаю, что это прекрасный возраст. И она много ездила. Видно, что была активная такая жизнь. Была членом всяких художественных сообществ. Была учителем. Ее, наверное, очень многие знают. Раз они написали книги, да. И даже упомянули в журналах. Так что вот этот вот кусочек, да, истории у нас с вами останется. Я бы, конечно, такие броши никогда не отдала, если бы это было, знаете, на память. Я бы, конечно, никогда не продавала. Но им виднее, этим потомкам. Сейчас уже пойдут находки из секонда. Находок, конечно, там не так много. Вот я захожу в секонд, я покупаю там одну-две вещи. Потом через какое-то время еще раз зайду, еще раз куплю одну-две вещи. Ну, вот такая симпатичная находка из кости, да. Я так думаю, вырезано украшение. Но попался мне в секонде шедевр тоже. Смотрите, какая восхитительная брошь. Конечно же, все узнали три фари. Три фари встречается очень-очень редко и очень дорого. А я, по-моему, заплатила за нее долларов 10 или 12. Для три фари это шикарная цена. Вот такая брошь тоже мне попалась. Я за нее торговалась. Я сказала, ну почему вы там чарджите за нее так много? Я говорю, дайте мне по скидке. Они мне отдали то ли долларов за 7, что-то такое. Ну, недорого совершенно по нашим нью-йоркским меркам. Кристаллы здесь потрясающе красивого цвета. Я бы даже сказала, может быть, это арбузное стекло. Хотя брошь, конечно, не в идеальном состоянии. Ну, смотрите, да, вот здесь оборотка. Видно, что немножечко ушла, да. Покрытие сошло, но красивое. Ой, вот эти вот клипсы, да, на винтах. Ну, настолько красивое малахитовое стекло. Какая прелесть. Я тоже стала говорить. Ой, я клипсы не ношу, я стала им говорить. Я говорю, мне придется переделывать. Отдайте мне подешевле. В общем, отдали мне их за 7 долларов, потому что что-то такое. Вот это роскошная брошечка. Ой, я не помню уже, что я про нее придумала. Ну, тоже я там ее забрала за небольшую сумму. Хотя это же настоящий винтаж. Посмотрите, какие роскошные кристаллы. Сейчас я еще ее немножечко выпрямила там. И я вам покажу, как она красиво смотрится, когда ее вот немножко выпрямишь. Вот эти вот все кристаллы, когда они встанут как бы на место. Совершенно роскошное изделие. Вот оно выпрямлено в немножко состоянии. Очень красиво. Хотя, конечно, тоже здесь виден сход золотого покрытия. Оно уже не такое яркое, не такое новое. Но, тем не менее, очарование, конечно. Вот этот браслет. Моя, по-моему, единственная покупка с интернета в качестве винтажа. И вот это, конечно, браслетик очень симпатичный. Вы видите, здесь достопримечательности Нью-Йорка, но он винтажный. Видно, что он не новый, поношенный. Кое-где даже я заметила патину, но настолько классный. Я прям его одеваю. Видите, вот здесь вот и Empire State Building, и там Times Square, и статуя свободы, и здание ООН. В общем, все основные достопримечательности Нью-Йорка вот в этом браслете. За следующие бусы мне тоже пришлось поторговаться. Здесь очень красивый пластик. Я такое люблю. Но я продавщице говорю, ну это же у вас совсем пластик. Я говорю, ну это же не стекло. Ну это же ничего такого. Ну это же не камни. В общем, тоже я ее уговорила. Она мне отдала их долларов за 10, по-моему. Если учитывать, что в нашем секунде на все ставится цена 25 долларов, вот буквально на все, чуть-чуть вещь покрасивее, они уже ставят цену там 50 долларов. Я не знаю, исходя из чего у них там идет цена образования. Но так как этот секунд рядом с домом, мне не нужно никуда ехать, я когда возвращаюсь с работы, я туда захожу. Пока я болтала, вот следующая брошь оказалась на ваших экранах. Она с дефектом. Вы все это видите. Но корабль, конечно, очень красивый. Нашла целую такую брошь в интернете за 25 долларов. Поэтому я решила уже, раз отдают эту за пятерку, я возьму. Жалко стало ее там оставлять, ее не оценят. Вот такой чудесный браслетик. Тоже мне отдали долларов за пять, по-моему. Ну, я его, может быть, в колье переделываю в бусы какие-то, я посмотрю. Красивые вот такие бусинки. Современные, конечно, детские, но мне нравятся. А, это еще одна покупка через интернет. Вот такой чудесный, роскошный браслетик. Долларов, по-моему, за 15 я купила. И хорошая-хорошая вещичка. Прелесть. Вот я люблю, когда браслетики так хорошо открываются. Он на мою ручку подходит. А это очаровательные сережки от Бетси Джонсон. Хотя я вам говорила, что, ой, не буду покупать, потому что качество плохое. Но мимо таких не смогла пройти, не смогла устоять. Стоили они 13 долларов в Ти Джей Максе. Смотрите, какая красивая эмаль. Как это все в тему на лето. В общем, не устояло. Не устояло. Люблю цветочки, люблю белую эмаль. Это все моя тема. Вот так вот. Колечко я купила продавщице на Кинс Хайвэй. Не буду на нем долго останавливаться. Вот этот браслетик за 7 долларов мне отдали. Сказали, ну возьмите, но он же такой хорошенький. Потому что оригинальная цена была 15. Я говорю, я не буду за 15 его брать. Он, говорю, не в хорошем состоянии. Они сказали, ну ладно, возьмите за 7. Я говорю, ну ладно, за 7 возьму. Это у нас снова покупка с Ти Джей Макса. Настолько очаровательная. Кулончик. И вообще само колье такое хорошенькое. Сейчас я вам его покажу поближе. Стоило оно 20 долларов. Но я, как всегда, не пожалела ни цента. Посмотрите, как интересно сделана оборотка. Потому что когда вы покупаете с Алиэкспресс, оно двустороннее. А здесь вот обрезана оборотка. Но очень хорошо лежит. Вот там, значит, цепочка на вот этих ракушках. Обожаю. И вот фирма Гордения. Гордения-хендмейт.com. Вы можете зайти посмотреть, что они там продают. Но она, эта фирма частый гость в нашем Ти Джей Максе. Вот это колечко чудесное из Индии. Я говорила, как-то писала, да, что я часто покупаю колечки вот такие из Индии. Они недорогие. Стоят они, по-моему, долларов 5 или 8. Вот это колечко с Алиэкспресс тоже за 2-3 доллара. В общем, нравятся мне вот такие простенькие, незамысловатые. Ой, вот эти вот сережки случайно мне положил Алиэкспресс. А я заказывала что-то другое. Уже не вспомню, что. Но вот совершенно случайно у меня в посылке они оказались. Я их не заказывала. Но они хорошенькие, вы знаете, симпатичные. Какое-то там китайское клеймо. Я думаю, что это китайские иероглифы. Вот. Ну, а это колье. Я его переделывала. Я его купила в нашем секунде. Но оно очень быстро распалось. Я принесла его домой. И бусинки прям буквально распались у меня в руках. Поэтому я их перенизала. Сделала вот на таком чудесном замочке. И они очень красивые. Я люблю такие бусы. Смотрятся чудесно. Следующие бусы. Давно я их купила. За 20 долларов через интернет. Здесь натуральные камни. Это тибетское украшение. Стоило оно 20 долларов. Но я вам почему-то его не показала. И сейчас вспомнила. Опять сюрприз с TJ Maxx. Новая для меня компания. Курт Гегер. Эта компания основана в Англии в 1963 году. Это был Курт Гегер. Это эмигрант с Австрии. Еврейского происхождения. Который бежал от нацизма. В общем, он в Лондоне основал свою компанию по производству. Вообще-то сумок, обуви. Но впоследствии они стали производить и другие аксессуары. Компания довольно дорогая. Я зашла на их сайт. И цены там приличные. Ой, вот эта сумочка 200 долларов. Кольцо 105. Очень симпатичное. Видите, они очень любят вот этот игл. Да, вот этот элемент. У компании около 70 магазинов по всему миру. В том числе в знаменитом Хэротс. Следующая покупка это снова Ти Джи Макс. Там периодически появляются вот такие сережки из муранского стекла. Но проблема их в том, что они сделаны из меди с посеребрением. И со временем эта медь выглядит не очень хорошо. То есть мне пришлось заменить швензы. Вот эти швензы, которые вы видите, и бейл. Это мне пришлось все это заменять. Потому что оно выглядело не очень хорошо. То есть это медь. Вы ее толком не почистите. Так что пришлось менять. Хотя само муранское стекло очень красивое. Следующие сережки от Алиэкспресс. Я считаю, что это очень удачная покупка. За 3 доллара хорошего качества, хорошего размера сережки. Чудеснейший кабошон. В общем, я очень-очень довольна своей покупкой. Поистине, в Алиэкспресс иногда бывают настоящие шедевры за копейки. Очень рекомендую. Ну что ж, мои дорогие, все на этом. Я надеюсь, что вы провели эти 25 минут в удовольствии, в компании со мной. Я вам очень рада. Я всех очень люблю. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. Пишите комментарии. Всех люблю, целую. С вами была Анастасия из Нью-Йорка. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok